Меня часто спрашивают, почему предсказания астрологов, гадалок и прочих прорицателей будущего сбывается. На самом деле, все дело в доверии. После того, как вы поверили какому-то человеку и тому, что он рассказывает, дальше с вами происходит так называемое когнитивное искажение. Вы начинаете видеть те факты, которые подтверждают эту точку зрения, и игнорировать те факты, которые ей не соответствуют. И это происходит на бессознательном уровне. Уильям Харт провел огромное системное исследование. Он изучил 91 научную работу, в которой в целом участвовало более 8 тысяч человек. И все эти работы были посвящены данному когнитивному искажению. И вот такой суммарный анализ показал, что мы в два раза чаще склоняемся в пользу подтверждающей информации, нежели той информации, которая опровергает наши изначальные установки. Поэтому здесь просто нужно быть аккуратней, серьезней и понимать, что наш мозг нас частенько обманывает. Меня часто спрашивают, почему с возрастом так тяжело менять свои установки, свои представления о жизни. Ну, здесь есть нейрофизиологическое основание. Действительно, после того, как ваш мозг сформировался, накатал эти нервные связи, то сложно сформировать что-то новое. Но есть еще и другая, мне кажется, здесь механика, которая хорошо объясняется когнитивным искажением техасского стрелка. Это искажение, образ его таков. Значит, стоит техасский стрелок перед сараем, потом разряжает в него обойму, потом подходит и чертит цель в месте наиболее кучного попадания своих, значит, выстрелов. Люди зрелые провожили уже большую жизнь, и она у них такая, какая она есть. Им нужно объяснять своим себе, что все, что они делали, было правильно. Они рисуют мишень постфактум. Поэтому, конечно, им сложно отказаться от предыдущих выстрелов. Классическое когнитивное искажение – проклятие знания. Что это такое? Мы забыли то время и тех самих себя, которые чего-то не знали из того, что мы знаем теперь. Вы не помните себя, не умеющих читать. Вы не помните себя, не знающих огромное количество вещей. Дальше мы предъявляем другим людям требования, ожидая, что они должны нас понять, потому что мы-то все понимаем, мы видим, и они должны быть, это же очевидные вещи. Но на самом деле это не так. Это как раз проклятие знания. Елизабет Ньютон в Стенсорском университете провела соответствующий эксперимент. Она задавала вопрос, можете ли вы выстучкать мелодию пальцами, тем, чтобы ее узнали ваши респонденты. И люди считали, что да, можно постукать, и респонденты узнают. Проблема в том, что узнают только 2,5%. Это понятная вещь. Вы слышите эту мелодию в голове? Они нет. Они не знают. Это проклятие вашего знания. Хочу предупредить вас о важном когнитивном искажении, которое называется недооценка бездействия. Что это такое? Мы так устроены, что мы боимся принять решение, боимся совершить выбор и тянем время. И нам кажется, что это экономичный путь. Но на самом деле бездействие, которое мы в этот момент проявляем, оказывается более опасным и более убыточным. Вы можете лежать на диване, думать, что вам надо что-то сделать и принять какие-то решения. И вот все это время есть упущенное время, которое не позволяет вам добиться хорошего результата. Есть пословица. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть всю жизнь. В ней есть своя мудрость. Не нужно недооценивать бездействия. Лучше действовать, совершать ошибки, учиться на них и двигаться дальше, чем лежать на диване и ждать, когда все случится само собой. Не случится. Это бездействие. В книге «Красная таблетка» есть глава, которая называется «Просто мозг не дурак». Он действительно не дурак, но любит подурашничать. И это его дурость, это когнитивные искажения. Я могу повторить с вами сейчас эксперимент Эллен Лангер. Я разделю вас на две группы. У меня есть лотерейные билеты по 100 рублей. И дальше одной группе я предложу выбрать эти лотерейные билеты из пачки, а другой я скажу, вот получайте такие, какие я решил. После этого я спрошу вас, а за какие деньги вы готовы продать те лотерейные билеты, которые вы получили. И если вы были в числе той группы, которые получили билеты от меня, по моему решению, вы будете готовы продать его не за 100, а за 200 рублей, в два раза дороже. Это обычный эффект владения. Но если вы выбирали лотерейные билеты из пачки, то вы будете готовы их продать за 850 рублей. Почему это происходит? Вам кажется, что вы контролируете ситуацию, что вы можете выбрать лотерейный билет верно. И это ошибка. Классическое когнитивное искажение. Вот уже близится самый рациональный праздник к году, который называется Новый год. И, конечно, вы станете жертвой большого количества когнитивных искажений. Есть такое когнитивное искажение, оно называется самореализующееся пророчество. И этим часто пользуются гадалки и всякие разные астрологи, которые рассказывают, что с нами будет происходить. Мы в это верим. И после этого сами начинаем совершать шаги, которые приближают это будущее, которое нам нравится и в которое мы поверили. Но с Новым годом это искажение работает совсем противоположным образом. С детства мы ожидаем, что на Новый год с нами случится какое-то чудо. Что-то кардинально переменится. И что-то совсем будет по-другому. Как будто бы празднование полночи – это такое невероятное событие. И в результате эти завышенные ожидания приводят к тому, что вы испытаете разочарование, если этого чуда не произойдет. Поэтому скорректируйте их чуть заранее. Пусть он будет хорошим, но не избыточно прекрасным.